Давайте помолимся и сразу же приступим к нашему библейскому уроку. Отец, мы просто прославляем и благодарим Тебя. Мы принимаем Твое присутствие на этой передаче и воздаем Тебе всю хвалу и честь и славу. Мы открываем свое сердце и разум для Тебя, Отец, и мы благодарим Тебя за откровение с небес, за слова, которые приносят небеса на землю, за слова, чтобы верить и быть сильными в нашей жизни и проявлять Тебя, Господь Иисус. Мы хотим, мы нуждаемся в Тебе, мы жаждем Тебя, и мы приглашаем Тебя во имя Иисуса. Аминь. Давайте снова вместе поприветствуем доктора Лерой Томпсона на этой передаче. Лерой, пусть Бог благословит тебя. Я рад быть здесь. У Миска Реллана все хорошо? Чудесно. Вся семья в порядке? Церковь растет, как на дрожжах? Как и всегда, верно? Растет, да. Бог по-прежнему благословляет. Бог движется. Да, аминь. Аминь. Город Дерру, штат Лузиана. В один из моих первых приездов туда все выглядело очень хорошо по сравнению с тем, что было раньше, когда ты только-только начал служить там. Но вы могли бы... Да. Я имею в виду, я стоял на крыльце дома, и взглядом мог окинуть весь городок. А сейчас идет строительство квартала за кварталом. Это образец и пример того, как Слово Божье было принесено в почти пустынное место. Верно. Все было небольшим, и ты принес туда Слово Веры, и принес туда Любовь Божью. Это не был тот случай, когда ты приходишь в большое сообщество и намереваешься завоевать для Бога все сообщество. Сообществу пришлось прийти туда. И благословение Господне начало действовать. И понемногу, понемногу, и еще чуть-чуть, а потом уже не немного, а потом еще немного, и люди начали приезжать в это благословенное место. Вы чувствуете это, когда попадаете в то место. Там что-то есть. И это продолжалось, продолжалось. Это просто чудесно видеть то, что Бог делает. Верно? Да. Господь сказал мне, что Он пришлет людей с востока, с запада, с севера и с юга, Он купит им машины и заправит их, и они будут рады приехать. Еще тогда, когда там было пустынное, я спрашивал Господа насчет того, оставаться ли мне в Дерру или нет. Я сказал, Господь, я действительно думал, что Ты собирался использовать меня. Он сказал, оставайся прямо здесь, я пришлю их. И это то, что Он сделал. Он прислал их. Они проезжали расстояние около 160 километров в одну сторону, чтобы попасть на собрание. И потом люди начали приезжать туда и пуху по землю. И церковь оказалась прямо в центре всего. Бог сделает это в любом месте, Лерой. Слово Божье работает. В любых джунглях. Я видел это в Нигерии. Слово Божье работает. В служении Дэвида О'Едипо. Они построили церковь в настоящих джунглях. Там не было никаких дорог. А теперь там это здание на 50 тысяч мест. А также университет для 6 тысяч студентов. Я имею в виду, люди переехали туда жить. И теперь там этот Божий маяк. И это изменило всю нацию. Бог сделает это в любом месте, где люди почитают Его Слово и стоят на Нем, и живут им. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Хорошо, давай вернемся к нашей теме. Давайте снова откроем послание к евреям. Всю прошлую неделю мы говорили об 11 главе послания к евреям. И говорили о вере. В третьем стихе написано, «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое, или произошло из чего-то, чего вы не можете видеть». Самые сильные вещи это те, которые вы не можете видеть этими физическими глазами, потому что сила, которую вы не можете увидеть, создала все то, что вы можете видеть. Аллилуйя. Поэтому то, что мы видим, не является реальным. Это продукт того, что реально. Потому что Бог есть Дух, и Он Творец. Слава Богу. Да. И действия в системе Божьей это то, что мы должны понять. Да, и Бог дал нам власть использовать ту же самую силу, ту же самую славу, то же самое творческое духовное высвобождение изнутри наружу, которое оказывает тот же эффект на эту материальную сферу, как и тогда, когда Он высвободил это при сотворении. Творческая сила. Вот почему Он сказал в Своем Слове, что Его Слово — Духи Жизнь. Он дал нам Своё Слово, и если у нас есть вера, и мы высвобождаем это Слово, а это такое же Слово Бога, как если бы Иисус сейчас пришёл и сказал Его, и это Слово производит те же самые результаты. Я никогда не забуду, как это впервые коснулось моего Духа. И я действительно увидел это. Это было... Сильно. Это было так, словно моя жизнь началась заново. Так и было. Она просто началась заново в тот день. Ты вошёл в другое измерение жизни. Да, я вошёл. Я помню, когда это произошло со мной. Когда вы узнаёте влияние и способности Слова Божьего и знаете, как применять Слово верой, это производит необыкновенные вещи. Это производит такие вещи. Знаешь, я начал понимать Бога, использующего Своё Слово и Свою силу. Но в тот день пришло откровение того, что Он дал нам власть складывать Его Слово в наши уста. И тогда оно сделает то же самое, что оно сделало в тот момент, когда вышло из уст Иисуса. Да, именно тогда это произошло. Именно тогда это начало происходить со мной, когда я понял, что у меня есть право использовать Его Слово, и Его Слово будет производить. Изменить себя навсегда. Тот же самый результат. Тот же. И это, по сути, приводит к тому, некоторые вещи, о которых я верю, Дух Божий хочет говорить на этой неделе, развивая вашу веру для финансовой свободы, это как развивать вашу веру, чтобы использовать Слово Божье, как семя, точно так же, как и принципы, которые Бог даёт нам о финансах, и начать действовать, перенести ваши финансы в другую систему. Для того, чтобы сделать это... А на прошлой неделе я говорил о том, что Господь сказал мне, что есть массовое, организованное, совместное, одобренное невежество, и я обнаружил его внутри себя и внутри большой части тела Христова. И Господь проговорил ко мне этим утром и сказал, для исправления этого необходимо массовое, организованное, совместное и одобренное истина. Вы получаете истину Божьего Слова, и истина уничтожит все те вещи, которые мешали телу Христа ходить в богатстве, в котором Бог хочет, чтобы оно ходило. Я открыл Писание здесь, в 3 стихе 11 главы послания к евреям. «Верую познаём». Вы не можете познать, как ты сказал в начале, вы не можете понять того, как и что делает Бог, если вы не действуете в вере. И затем это приводит нас к ещё одному знакомому месту Писания в той же самой главе. Послание к евреям 11.6 сказано, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт». Все тонкости и все, я думаю, духовные страховки есть в этом стихе, потому что там сказано в английском переводе «тем, кто прилежно ищет Его». Но сказано, что они должны верить, что Бог есть, и что Бог вознаграждает тех, кто прилежно ищет Его. Одно из величайших откровений, которые любой человек может получить, это то, что Бог есть. И что есть Бог? Бог — всё, что Он говорит о себе, и более того, понимая, что Бог есть, это приводит меня к утверждению. Поэтому я есть. Бог есть, поэтому я есть. И это приводит меня к некоторым принципам, которыми я собираюсь поделиться с вами на этой передаче. Но первое, что Господь открыл мне, это то, что они не знали. Я проснулся с этой фразы. Они не знали. Я сказал, «Господь, что ты пытаешься сказать нам?» Они не знали. Он продолжал говорить. Они не знали. И вы должны знать для того, чтобы течь. Вы должны знать для того, чтобы иметь способность применять вещи в вашей жизни, которые Бог хочет, чтобы вы имели. И поэтому Господь сказал, «Я покажу тебе, я покажу тебе четыре местописания, которые я открыл для моих детей, но они не знали, как применить их». Очень известное местописание находится в Евангелии от Луки, 15 главе. Много раз я видел это, но они не знали, и он хочет разобраться с тем, что вам нужно знать истину в отношении этого и иметь способность поступать по ней. В 15 главе Евангелия от Луки в 27 стихе сказано, «Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». В 28 стихе сказано, «Он осердился, старший брат рассердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его». И затем в 29 стихе сказано, «Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе, и когда я прочел это, я морщусь, когда читаю это, потому что есть люди, которые служили Богу много лет, и они знают о прославлении, они знают о поклонении, они знают об очень многих духовных вещах, но у них нет никакого представления о том, насколько отец действительно хочет, чтобы они были благословлены полностью и в сфере финансов и финансовой свободы». И этот стих покажет вам это. Но он сказал в ответ отцу, 29 стих. Заметьте, что он сказал, «Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». Смотрите. «А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Затем 31 стих. 31 стих открыл мне глаза, потому что это открыло мне, что это всегда было там, но это не произойдет автоматически. И вот его отец сказал ему в 31 стихе. И я хочу, чтобы вы поняли это, потому что Дух Божий сказал, они не знали. Но после того, как мы закончим сегодня, вы будете знать. И вы будете знать, как действовать также и в этом аспекте завета. Он же сказал ему. Отец сказал старшему сыну, который жаловался на то, что отец заколол откормленного теленка. Откормленный теленок всегда есть для вас. Отец всегда предоставит откормленного теленка, который представляет собой лучшие вещи в жизни. Он всегда Бог, благой Бог. Он говорит, что праведники не будут терпеть нужды ни в каком благе. Он говорит утешаться Господом, и Он исполнит желание вашего сердца. Поэтому Бог, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный, не сходит свыше от Отца Святого, у которого нет изменения и ни тени перемены. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Поэтому Господь всегда хотел, чтобы у Его детей была хорошая жизнь во всем. Но здесь, в этом стихе, отец сказал, и это так, словно Бог говорит мне или вам, «Сын мой, ты всегда со мною». Вот что вам нужно подчеркнуть в своей Библии, и вот чем вам нужно питаться следующие несколько дней. «Подумайте о Боге, говорящем вам это, и все мое твое». Это сильное заявление. «И все, что принадлежит мне, твое». Именно это Бог и говорит нам. Но мы не можем услышать это, мы не можем увидеть это, мы не можем ощутить это, если мы не разорвем веру в отношении этого, если не будем знать, что это истина. И это то, что Святой Дух хотел открыть этим утром через этот стих, или через эти стихи, что многие в теле Христовом служат Богу. Они были с Богом многие годы, но они не сведущи в этой сфере финансовой свободы и того, чтобы быть благословленными и быть головой, а не хвостом. Эта сфера была блокирована определенным образом. Они были ограблены, не понимая полностью, как течь в этой сфере. Да. Отец сказал. Вы видите, что он сказал? Он сказал в 12 стихе. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. Верно. Он уже сделал это. И старший сын не понял. Не понял. Он был там с отцом все это время, служил ему все это время, но в его собственном разуме он был слугой, а не сыном. Так? Да. И именно в таком месте мы в теле Христовом. Господь хочет, чтобы мы увидели, что мы наследники Бога. Мы сонаследники со Христом, поэтому у нас уже есть наследие. Это наше право по рождению, наслаждаться всей благостью, которую Бог обеспечил для нас. Знаешь, Лерой, когда ты читал это, я могу слышать боль в голосе его отца здесь. Да, абсолютно верно. Он страдает из этого? Он сказал, «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. Вот ты жалуешься, что никогда ничего не даю тебе. Я отдал тебе все». Ты не знаешь меня. Это то, что он говорит. Ты не знаешь меня. Ты не знаешь, как я благ. Ты не знаешь. И понимаете, если вы не знаете, как простираться к Отцу Верой и выходить за пределы естественной системы и идти за пределы, как мы начали с места Писания, это началось в Духе. Когда вы знаете, как течь в Духе Веры, вы будете понимать, как благ Отец, и будете иметь способность черпать благословение. В этом есть две или три хорошие мысли, потому что есть так много страданий в финансовой сфере в теле Христовом у хороших людей, которые действительно любят Бога. Я видел это. За эти последние 10-15 лет я говорил с некоторыми из самых лучших людей, которых вы можете найти, действительно любящих Бога и действительно ищущих Бога. Но это заблуждение. Эта сфера была загрязнена неправильным мышлением. Знаете, есть правильное и неправильное мышление. Есть неправильное мышление, которое ведет к неправильной вере и к неправильному исповеданию, когда люди просто пытаются свести концы с концами. Вам не нужно пытаться свести концы с концами. Научитесь из этого. Отец сказал, и он говорит всему телу Христа, «И все мое твое». Вы могли бы иметь откормленного теленка в любой момент, когда будете готовы, но вам нужно знать, как применять веру и верить Богу об этом. Во-вторых, он сказал мне, брат Коупленд, «Что тот сын был слеп». Вот это слово. Ключевое слово «слеп». Слеп к благости Божьей. Слеп к тому факту, что Бог ничего не удерживает от Него. Точно так же, как тот Отец ничего не удерживал от Него. Многим в теле Христа нужно снять эти шоры и увидеть, и вкусить, как благ Господь. Во-вторых, в 16 главе Евангелия от Луки он показал мне еще одну вещь. Лерой, есть кое-что, чего я хотел бы, чтобы ты коснулся, прежде чем мы оставим это. Я... Этот сын здесь рассердился на своего отца. Старший сын, да. Он рассердился, потому что тот благословил младшего сына, который, как он верил, не заслуживал благословения, но я слышу. Я верю, что слышу кое-что в этом, и я хотел бы, чтобы ты коснулся этого. Он был очень сердит на своего отца. О, да. Он зол на Бога. И никогда мне ничего не даешь. Ты никогда для меня ничего не делаешь. Я не жалов. Хотя то, что Иисус совершил на кресте, все время доступно вам. Но старший сын не благодарен за то, что сделал его отец. И я видел тому пример. Но ты, пастор, ты находишься среди таких ситуаций. И ты видишь такое все время. Я хочу, чтобы ты коснулся этого момента, когда люди неблагодарны за то, что наш небесный отец сделал для нас на кресте и в воскресении, и в своем слове. Да. Один из самых быстрых способов войти в мир Духа и благости Божьей и угождение Отцу это благодарение, благодарность за то, что у вас есть уже сейчас. Не тянитесь за вещами без благодарения, потому что всегда есть что-то, за что вы можете быть благодарны. Благодарение это один из самых быстрых способов, как войти в присутствие Отца. Это самый быстрый способ. И это действительно... Поблагодарить Его за то, что Он сделал для вас. Поблагодарить Его за Иисуса, поблагодарить Его за силу Креста. Подумайте о том, как Иисус пострадал за вас, чтобы вам не пришлось страдать. И затем, задавая этот вопрос, брат Коупленд, есть те, кто думает, что Бог что-то удерживает от них. Но Он не удерживает. Он не удерживает. Если вы откроете ваше сердце по мере того, как мы служим вам на этой неделе, вы сможете увидеть, как выйти из этой ситуации верой. И сможете предпринимать шаги, ведущие к умножению, о которых мы говорили на прошлой неделе. Бог ничего не удерживает от вас. И очень часто многие огорчались из-за того, что... Они говорят, «Я живу этой тяжелой жизнью христианина, а люди в этом мире живут легко». Знаете, Библия говорит «не завидовать делающим беззаконие». Они как трава, которая будет скоро скошена. Но у нас есть право, брат Коупленд, на все благословения, которые Бог... Все обетования Божьи, говорит Писание, да и аминь. Но главное в том, что вы должны стать полностью уверенными, что то, что Бог пообещал, Он совершит. Я хотел бы сказать тем, кто нас слушает, не позвольте себе находиться в этом заблуждении. Там, где вы сейчас находитесь, вы сидите, и вы в присутствии Божьем. Вы любите Бога всем вашим сердцем. Примите весь комплект завета. Бог хочет, чтобы вы были благословлены. И Он хочет, чтобы ваше тело было исцелено. Он хочет, чтобы ваш разум был обновлен. Он хочет, чтобы у вас были правильные взаимоотношения в вашей семье. Бог хочет, чтобы вы жили долго. Он хочет, чтобы у вас была долгая, процветающая жизнь. И когда мы говорим вам сегодня, просто поднимитесь над этой ситуацией. Просто поднимитесь и используйте вашу веру, и поднимите ваши руки. И знаете, если у вас не такой дом, какой бы вам хотелось, просто прославляйте Бог за тот дом, который у вас сейчас есть. И просто делайте то, что можете. Уберите его, посадите цветы во дворе. Просто прославляйте Бога, благодарите Бога за Его благость, и вы увидите вскоре, как Бог начнет прилагать другие вещи к вам, когда вы цените то, что у вас есть сейчас, и говорите слова веры. Я действительно думаю, что это то, что нужно сделать. Я испытывал ту ужасную боль, когда разорвался диск в моем позвоночнике. Я просто не мог спать. Я провел несколько бессонных дней. Сидел на заднем крыльце своего дома. Я вышел туда, обложил грелками мое бедро и голень, включил обогрев на самый сильный уровень, и в таком состоянии, просто взывая к Богу, я подумал, «Знаете, моя другая нога не болит, мои руки не болят». Да, ты искал что-то. И я начал просто благодарить. Я сказал, «Бог, благодарю тебя. Я хочу поблагодарить тебя, Господь Иисус, что мои руки не болят, другая моя нога не болит». Нашел что-то, за что можно прославить его. И мне приходилось говорить это довольно громко. И чем громче я говорил это, тем меньше я замечал ту боль. И я заметил, что сила Божья сошла на меня почти мгновенно. Да. И я просто начал восклицать. Я сказал, «Я благодарен тебе за птиц. Я благодарен тебе за деревья. Благодарен за траву, которая растет в моем дворе. Благодарю тебя за прекрасный дом, который ты дал мне с горе это место. И благословение Божье. И чем больше я говорил, тем больше силы Божья сходило на меня». Да, благодарение. Бог почитает благодарение. Благодарение – это самый быстрый путь того, как можно получить ответ от Бога. Я спал той ночью. Я спал верой. Мне было больно. Да. Но я просто продолжал воздавать Богу хвалу и благодарение. И я уснул. Слава Богу. Наше время подошло к концу. Мы же только начали. Да. Вчера мы остановились на притче о блудном сыне. В Евангелии от Луки. Как вы помните. И мы говорили о 15 главе. О тех двух братьях. Между которыми отец разделил поровну их наследство. Им было дано все то наследство. И один из них все собрал и просто уехал из города. А когда позже тот сын вернулся домой, тот блудный сын вернулся домой, то старший разозлился. Он разозлился и даже не называл его братом. При этом он сказал отцу. Вот ты заколол откормленного теленка для этого твоего сына, который ни на что не годен. Путался с плохими женщинами и все такое. Промотал все, что получил. Я оставался здесь и работал на тебя все это время. Не нарушил ни одного твоего повеления. И ты не дал мне даже маленького козленка. И его отец ответил со слезами в голосе. Сын, ты был со мной все это время. Все мое твое. А он и не знал. И именно об этом брат Томпсон говорил нам вчера. Старший сын не знал этого. И дело не в том, что ему не говорили. В нем не было достаточно благодарности. Он не посчитал сокровищем то, что его отец дал ему. Об этом он даже и не вспомнил. Все, о чем он думал. Я так тяжело работаю. Никто никогда мне ничего не дает. И он разозлился на своего отца. И когда мы подошли к этому моменту, время нашей вчерашней передачи подошло к концу. Давайте начнем прямо с этого момента и будем двигаться дальше. Отталкиваясь от этой истории, о двух молодых людях и их отношении с их отцом. И наших отношений с нашим небесным отцом. И нашей благодарности. На этом мы вчера и остановились. Поэтому давайте передадим слово Лерою. И посмотрим, куда мы пойдем отсюда. Знаешь, когда ты говорил, брат Коупленд, я вспомнил поговорку. То, чего ты не знаешь, не может тебе повредить. Это ложь прямо из ада. Это ложь. Потому что невежество всегда вредит вам. И есть некоторые вещи, которые вам нужно знать. И которые тот старший сын не знал, или же он не понял, или не осознал. Что все, что было у его отца принадлежало ему. И поэтому он теперь ропщит, раздражается и жалуется. Но он должен был быть полон благодарности. И, как я сказал, Дух Божий пробудил меня к пониманию. Они не знали. Он повел меня к другому месту Писания, в 16 главе Евангелия от Луки. Я сейчас работаю над чем-то, потому что я, наконец, перехожу к чему-то, что я хочу объяснить, чтобы тело Христа могло ухватиться за это. Но нам нужно пройти через этот момент. Они не знали. Здесь, в 16 главе Луки, описывается еще одна ситуация, которая настолько же плоха. Печально говорить, но в этой истории есть нищий, который олицетворяет церковь. А так быть не должно. Есть богатый человек, олицетворяющий мир. Здесь Евангелие от Луки 16-19 сказано. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпе. И в 21 стихе описана вся история. «И желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его, он был болен и нищ, а так не должно было быть. А почему? Потому что он не знал. Позвольте мне поделиться этим с вами. И это урок веры. Это урок развития вашей веры в вашу финансовую свободу. Нищий олицетворяет церковь, потому что после того, как он умер, он оказался на луне Авраамовом. А богач умер и пошел в ад». Если вы заметили, в 21 стихе нищий желал крошек. И в моем детстве, будучи христианином, я видел подобное в церкви и не знал, что с этим делать, потому что я пришел из мира, а мир просто жил в роскоши, в том, что касалось обычных вещей. Я имею в виду, они покупали лучшие, пили лучшие, носили лучшие. И когда я пришел в церковь, я увидел дух нищеты. И не понимал этого, потому что, читая свою Библию, я видел, как велик Бог, и как много обетований Он дал. Но у меня не было в это веры, потому что я никогда не слышал слова веры, никогда не слышал никакой проповеди настоящего Слова Божьего. И я думал, что церкви уместно быть в таком состоянии, в каком она находилась. И затем я обнаружил, что есть совершенно новая система, которую Бог установил через Иисуса Христа, и что нам не нужно получать крошки, и что мы можем любить Бога и при этом быть благословленными. И Господь открыл мне в этом месте Писания, что это то положение, которое занимала Его Церковь. И Отца Небесного огорчает тот факт, что Церковь не наслаждается всей той победой, которую Господь Иисус Христос совершил для нас. И в этом стихе, когда я увидел это... Вообще-то мой сын, Лерой-младший, читал это. Мы с ним читали этот отрывок, и он увидел это и сказал, «Папа, они желают крошек, которые падают со стола богатого человека». И тогда до меня дошло то, что в Библии сказано «утешаться Господом, и Он даст вам желание вашего сердца». Бог, брат Копленд, может сделать ровно настолько, насколько вы верите Ему, а вы можете верить Ему настолько, насколько вы понимаете то, как Он работает и как Он действует. Поэтому прямо здесь я говорю телу Христа. Бог не хочет, чтобы у вас были крошки. Иметь крошки — это не духовно. Это не духовно. Недуховно. Это огорчает Отца Небесного, потому что Отец, как в той истории, о которой мы говорили вчера, был огорчен старшим сыном, который не понимал, что в любое время, в которое он хотел бы, он мог пойти и заколоть откормленного теленка. А он и не знал этого. То же самое верно и для вас. Возможно, вы сражаетесь в финансовой сфере в своей жизни, и вы, как говорится, по уши в долгах. Я говорю вам, есть слово прорыва для вас сегодня. Если вы слышите, что говорит Отец Небесный, «Утешайся Господом», погрузитесь в Слово Божье, размышляйте о Его Слове, о местах Писания, в которых Отец Небесный дал вам обетование, и вы начнете утешаться Господом, и затем обратитесь и говорите Ему, и Господь даст вам желание вашего сердца. Нам говорили, что это будет правильным отношением, смирение, желать немногого и ожидать немногого. Ожидать немногого. И знаешь, не говорилось, что Бог любит дающего щедро. Идея была в том, что Бог любит бедного человека, и не нужно многого просить, и не нужно приобретать вещи. Такой человек святой, говорили они. Да. Но я никогда не видел, чтобы это на самом деле происходило. Я никогда не видел людей, действительно честно практикующих это, за исключением приверженцев восточных религий. Они избивали себя самыми различными предметами, и морили себя голодом, и все такое, потому что это было для них духовной деятельностью. По-прежнему делают это. И вот множество христиан, говорящих об этом все время, и остающихся нищими. Но потом они идут на работу, и усердно работают всю неделю, и берут деньги в долг, и пытаются прожить таким образом. А потом приходит церковь с этим исповеданием нищеты, пытаются удержать пастора настолько нищим и бедным, насколько возможно, потому что пастор должен олицетворять такой жалкий образ жизни. Да, и в какой-то степени он олицетворял это, из-за определенного откровения. Откровение Слова Божьего говорит, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Вы читаете дальше и видите, что это происходило по вине священников. Поэтому часто тело Христа и церковь были научены в этой системе, потому что это все, что знал пастор. Когда пастор был призван, это было все, что он слышал до того, как был призван. И он думал, что ходил в смирении перед Богом. Да, и он лишал себя и людей того, что Бог хотел, чтобы они имели. Боже мой! Все это общепринятое заблуждение. Это оставляло обманутым пастора, всех членов церкви, и, наконец, приходил кто-то, кому Господь открывал себя, и мы ухватились за слово веры, и ухватывались за тот факт, что Бог хочет, чтобы мы были благословлены. Такие люди, как Орел Робертс, пришли и получили откровение о семени, и начали делиться с телом Христовым тем, как важно было верить Богу о Его благости. И вырваться что-то хорошее, а неплохое произойдет с вами. Я бы хотел, чтобы ты уделил некоторое время вот чему. То, что мы считали смирением. Я вижу кое-что здесь. Хорошо. Тот нищий просил не у Бога. Он просил у мира. Просил у мира. Он просил у представителя ада, у представителя сатаны. Да. Нищий лежал у его порога, с протянутой рукой. Просил, просто надеялся, желая получить там несколько крошек. Да, и произошло вот что. Есть хорошие христиане, которые слушают нас сегодня, и они работали, и действительно отдавали десятину, жертвовали, и не получили свой финансовый прорыв. И они не получили свой финансовый прорыв из-за того, что есть некоторые вещи, которые должны быть удалены. Хотя мы и христиане, хотя мы и читали места Писания, как я говорил на прошлой неделе, но должно произойти удаление ошибочного мышления в плане того, что вы слушаете, того, что люди говорят вам, и вы должны отделить себя. Вы знаете, мы должны отделять себя. Да. Вы должны отделить себя, чтобы получить ваш прорыв, потому что Бог хочет, чтобы у вас было лучшее. И Бог хочет, чтобы вы были не только благословлены, Бог хочет, чтобы вы также были и благословением. И мы ходим на эти работы, работаем сверхурочно, все работают, и если это все, на что вы полагаетесь, тогда вы тот нищий у ворот. Я только что увидел это. Вы тот нищий, потому что вы ждете, что эта мирская работа сделает для вас то, что только Бог может сделать для вас. Поэтому вы просто регулярно ходите на вашу работу, и вы действительно полагаетесь на эту работу, вы действительно полагаетесь на то, что эта работа обеспечит вашу жизнь, и работа никогда не произведет такое обеспечение, в котором Бог хочет, чтобы вы жили. Скажем, к примеру, если вы христианин, и полностью полагаетесь на вашу работу в плане обеспечения вашей жизни, и не знаете этих вещей, о которых мы говорим, как воспользоваться принципами Божьего Слова, как применять вашу веру, как войти в умножение, как войти в процветание, как войти в переливание через край, вы не знаете, как это сделать, я имею в виду, вы не были научены этому, но у вас есть хорошая работа, тогда вы превращаетесь в нищего. Вы превращаетесь в нищего. Я помню, я проработал на моей мирской работе 16 лет, прежде чем узнал эти истины. Все мое упование было на ту работу, и зарплаты, которые я получал, было недостаточно, чтобы осуществить мои мечты и мои желания, но я действительно уповал на мою работу во всем, в чем я нуждался. И затем твои родители, которые любили тебя и не хотели, чтобы ты пострадал, они сделали все возможное, чтобы уговорить тебя оставаться в рамках той работы, чтобы ты не поднимался в своих мечтах и не вышел за рамки той работы, и потом не разочаровался и не упал вниз. И они пытались удержать тебя, чтобы ты не мечтал о многом. И вот ты возвращаешься к мечтам о крошках, и это все, что Бог может сделать для тебя. Работа, говорили они, найди хорошую работу и хороший кредит, и то и другое убьет вас, если у вас нет откровения о семени, потому что хорошая работа не произведет для вас того, что Бог хочет, чтобы вы имели. И вы так и проживете свою жизнь? Да, да. И как ты сказал родителям, которые не знают ничего другого из побуждения защитить вас, скажут вам так поступить. И тогда именно это и происходит. Мой отец вырвался из этого. Бог открыл им определенные вещи. Мои родители отдавали десятину. Слава Богу. Говорю тебе, они вставили клятву о десятине в свою свадебную церемонию. Они поклялись Богу отдавать десятину со всего. Эти двое молодых людей в западном Техасе на старой пыльной ферме, которая ничего не стоила. Но они увидели пробыск этого, и они не знали, как добиваться и верить о большем, но они... Они верили в десятину. Почитали Бога. Они поженились в 1927 году. И постоянно во время Великой депрессии мой отец не оставался более 24 часов без работы. Да. Я имею в виду... Работа была тяжелой еще до того, как депрессия наступила в тех местах, где они жили. Но с годами Бог смог достучаться до них. И они начали раздвигать рамки и видеть, что есть нечто большее. И они начали действовать. И они просто попали под огонь мнений своих родственников. «Да что вы о себе возомнили?» «Да вы... Вы, наверное, еще и новую машину себе купите». Понимаете? И все такое. И именно это они и сделали, конечно. Но затем я пришел к этому примерно в то время. Они начали, как ты сказал, они начали слушать брата Робертса и тех, кто говорил «Сделайте Бога своим источником! Не ваш бизнес, но сделайте Бога вашим источником!» И они начали двигаться... Рываться. ...в этом направлении. И примерно в это время я спался и поехал учиться в университет Орелла Робертса. Поэтому у меня уже было довольно хорошее прошлое. С того времени, как я стал подростком, я начал видеть, как мои родители говорят, «Мы не должны быть связаны этим. У Бога есть намного больше, чем это». И они не знали, что это было. Но они начали видеть это. И когда мы начали делать эту простую вещь, делать Бога своим источником, делать Бога своим источником. Таково было слово, когда брат Робертс начал проповедовать это. «Сделайте Бога своим источником!» Это было так просто! Но это начало расти. Да, да. И понимаете, мое прошлое было совершенно другим. У меня не было никакого понятия о десятине или благости Божьей. Мы не ходили в церковь. В конце концов, я пошел в католическую церковь с моей мамой. Никогда не говорили о десятине. Я ничего не знал об этом. Когда ты говорил, я услышал что-то, чем я поделюсь через несколько мгновений. Иногда Бог дает мне эти вещи. Я просто говорю это, потому что это благословляет людей. Но ты упомянул о том, как твой отец узнал, что рамки могут быть расширены духовно. И что Бог будет делать еще большие вещи, а у меня этого не было. И здесь мы сидим оба. Это будет работать. Сталкивались ли вы с Божьими принципами в прошлом или нет, это будет работать. Как только вы увидите это, это будет работать для вас. Когда ты говорил о твоем отце, я услышал фразу, «Отойди от забора и беги на середину двора и наслаждайся». Понимаешь? Это так, словно кто-то просто стоит у забора. Да, выходите во двор. Там есть целое открытое пространство. Это слово для кого-то. Там есть целое открытое пространство, потому что часто в моей церкви Бог дает мне, как пастору, фразу или что-то подобное этому, и сейчас я сказал, «Господь, ты хочешь, чтобы я сказал это?» Он сказал, «Да, скажи им отойти от забора. Выбегайте во двор, так как там есть для вас намного больше. Перестаньте держаться. Иногда вы держитесь за забор и даже не знаете, что там есть еще что-то. Вы пытаетесь выйти за забор, но это уже есть внутри. Идите туда и выбегайте на середину двора. Там есть изобилие для вас. Слава Богу! И вот мы говорили об этом нищем, и теперь хотим перейти к 25 главе Евангелия от Матфея. Как Господь сказал, «Мне есть много закопанных талантов, закопанных семян, которые не проросли из-за того, что мы не знали, что с этим делать». И здесь, в 27 стихе 25 главы Евангелия от Матфея, мы имеем дело с другим случаем, когда у человека было три раба. Я думаю, это так. И был один раб, которому он дал один талант. В 27 стихе сказано, что Господин пришел требовать у него отчет и сказал, «Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант». Это 28 стих. «И дайте имеющему 10 талантов». Затем он сказал в 29 стихе, «Во всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Вот что произошло, вот что Господь показал мне, когда он сказал, «Они не знали». Этот человек с одним талантом не знал о силе семени. Он закопал его, но он не посеял его. Он не сделал того, что Господь, что хозяин хотел, чтобы он сделал с этим, и поэтому потерял это. И когда вы не знаете, что делать, именно поэтому вы и притыкаетесь. Именно поэтому вы и теряете. Лерой, у него было неправильное понимание с самого начала. Он сказал, «Я знал тебя, что ты жнешь, где не сел». Невозможно жать там, где не сел. Да. Если только вы не крадете это. И это неверно в отношении Бога. То, что зацепило меня, когда ты говорил, так это то, что Господин ответил и сказал, «Ты знал, что я жну, где не сел?» Другими словами он сказал, «Если ты думаешь таким образом, то это тот уровень, на котором ты будешь. И это будет стоить тебе всего, что у тебя есть. И нет ничего, что Бог мог бы с этим сделать, если это то, во что ты хочешь верить». Если это то, во что ты хочешь верить, да. Именно это Он говорил Ему. Боже мой. Именно это Бог говорит нами, каждому верующему, который нас слушает. Если это то, во что вы хотите верить, именно это вы и получите. Если вы верите, что это не воля Божья, чтобы вы исцелились, вы будете оставаться больными. Да, верно. И это несмотря на то, что Бог любит вас, и Он сделает все, чтобы достучаться до вас. Но если вы не верите в это... Но если вы верите в это, вы будете оставаться больными. Да, то же самое верно и в отношении финансов. Если вы верите, что Бог не хочет, чтобы вы были благословлены финансово, Бог не может заставить вас принять это. Он не заставит вас принять это. Вы принимаете это верой. Вы. Да, да. Это поражает. Да, Он просто будет сидеть. Бог будет просто стоять рядом с вами и позволит вам идти этим путем, если это тот путь, которым вы хотите идти. Из своего неправильного мышления тот раб пошел и закопал те деньги. Он был напуган до ужаса. Он даже не хотел иметь с ними дело. Он просто побежал туда и закопал, чтобы сохранить. Пытаюсь удержать это. Понимаете, пытаться удержать это, это самое худшее, что вы можете сделать. Вы пытаетесь удержать это в течение какого-то времени, сохраняя на черный день, сохраняя к пенсии. Куда вы пойдете с теми небольшими деньгами, которые вы скопили к пенсии? На переднее крыльцо или на заднее крыльцо? Просто высвободите это и позвольте Богу делать что-то с этим. Тогда вы поедете в любое место мира, в которое захотите. Давайте так, как Дух Божий сделает вас. Или сидите на том крыльце и умрите нищими. И затем эта женщина, вдова с двумя лептами, она смелая. Она посмотрела вокруг, у нее не было много, но она сказала, «Я кладу все это». Она положила все. И вот когда я подхожу к вопросу, я хочу, чтобы вы услышали это. Что происходит, когда Иисус не может перестать думать о вашем семени? Что? Вы слышали это? Что происходит, когда Иисус не может перестать думать о вашем семени? Есть семя, которое будет на уме у Иисуса, и он не может перестать думать о нем. Он сказал, «Они будут говорить об этой женщине с этого момента». Знаете, я очень сильно хочу посмотреть небесные архивы. Я хочу увидеть, что произошло с ней. Я гарантирую, что они говорили об этом. Он сказал, что «Они будут говорить о ней и о том, что с ней произошло». Я размышлял об этом, и вот что Господь сказал. Что происходит, когда Иисус не может перестать думать о вашем семени? Он не мог перестать думать о семени той женщины. Многие люди клали очень много денег, но он смотрел за этой женщиной. Она привлекла его внимание. Что? Она привлекла его внимание. Навсегда. Это просто пустило корни в моем духе. Когда ты сказал, «Как ты думаешь, что произойдет, если Иисус не сможет перестать думать о вашем семени?» Это сильно. Мало Господу, речь шла о двух лептах вдове. О вдове, которая пришла туда. И сказано, что она положила свое пожертвование. Я имею в виду, она была решительна, верно? Да. Привлекла внимание Иисуса. Привлекла его внимание, и он не мог перестать думать о ее семени. «Слава Богу!» Я скажу вам. Я думал об этом, и это семя послушания. Не столько размер семени, сколько послушание Богу. В Писании сказано, что если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если это так, если у вас жаждущее сердце, я ухватил это. Принял это годы назад. Я попросил Бога. «Бог, помоги мне здесь. Я хочу хотеть». Я боролся, знаете, с некоторыми вещами, которые, как я знал, я должен был делать. Я боролся с этим. Я сказал, «Господь, я хочу хотеть. Помоги мне в этом». И лерои результаты появились вот так быстро. И я начал понимать, что если я послушан тому, что он говорит мне делать, тогда в его сердце и разуме я словно все отдал. Аминь, потому что я сделал то, что он попросил меня сделать. И для него это все. Да. И он никогда, никогда не просил меня сделать что-то, что я не могу сделать. И всегда, когда Бог просит вас сделать что-то, он всегда пытается дать вам что-то еще лучшее. Всегда. Да. Я стараюсь подчеркнуть это в моем учении, когда я учу верующих принципам Божьего Слова и тому, как сеяние проложит путь из недостатков процветания. Вы должны пройти тест на деньги. Одна из важных вещей, которые я всегда напоминал людям, когда служил им, Бог будет испытывать вас. Он даст вам поручение, чтобы увидеть, может ли он доверять вам на следующем уровне. И поэтому, если вы послушны ему на этом уровне, продвижение придет. И он поднимет вас на следующий уровень. И это также показывает вам, где вы находитесь. Я имею в виду, это просто бросается вам в глаза. Он никогда не просил меня сделать что-то, что я не мог сделать. Я не думал, что смогу сделать. Да. Но уповая на него, я мог это сделать. И поэтому, каждый раз, мне приходилось подниматься выше и подниматься выше. И вы просто продолжаете это делать. Каждый раз, когда вы поднимаетесь, вы уже на более высоком уровне, чем вы были, когда пришли к вам. Вы достигаете этого, когда приходите к пониманию Евангелия от Иоанна 2.5. Что скажет он вам, то сделайте. То сделайте. Ты видел, как он делал много чудесных вещей, не имея почти ничего, кроме твоего желания и твоего послушания. И он выводил тебя. И вы достигнете такого состояния, что вы знаете, что он Бог, творящий чудеса. Вот о чем сказано в этом стихе. Мать Иисуса Мария сказала тем людям, что скажет он вам, делать, сделайте это. Он знает, что делает. И вы достигнете такого состояния в вашем даянии, во всем, что Господь говорит вам делать. Вы должны это делать. Я видел так много результатов от семян, которые Господь сказал мне посеять. И все это время я не совсем понимал этого. Но я сеял, потому что он так сказал. Я имею в виду, были некоторые почти мгновенные проявления. Я думаю, что чем быстрее вы слушаетесь Бога в чем-то, что вы не совсем понимаете, просто слушайтесь. Вы можете доверять Ему. Да, вы не полагаетесь на свое разумение. Вы можете доверять Ему. Вы можете доверять Ему. Доверять Ему, да. Во всех путях Твоих познавай Его, и Он направит стези Твои. Но здесь Евангелие от Марка, когда Господь сказал, они не знали, Он дал мне четыре места Писания. Он дал мне пример старшего сына, затем нищего, затем этого раба в 25 главе Матфея. Затем Он приводит нас в 12 главу Евангелия от Марка, к примеру, с этой женщиной, вдовой. И там разные люди приносили свое семя. Но семя этой вдовы привлекло внимание Господа, потому что Он вдохновил ее сделать это, и она послушалась. И в этом ключ. Она не просто сделала это сама по себе, но Господь вдохновил ее сделать это, чтобы поместить ее в определенную категорию. И это категория послушания Ему. И заметьте, в 41 стихе Иисус, когда я учу об этом, я всегда говорю телу Христа. И Иисус наблюдает за вашими пожертвованиями. Он не сидел возле хора, Он не сидел рядом со служителем, Он сидел возле сокровищницы, потому что так Он может квалифицировать вас. Вы можете понять и квалифицировать человека по его финансам. И в 41 стихе говорится, «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела». Она положила все, что имела, все пропитание свое, и это привлекло внимание Господа. Он вдохновил ее сделать это, и она сделала, она послушалась его. Да, знаешь, я сижу тут и думаю. Мне кажется, что я никогда не мыслил в этом направлении. Я не помню такого. Он сидит там возле сокровищницы. Он наблюдает. Вот, люди подходят туда. Я склонен верить, что некоторые из них, по крайней мере, возможно, все они пытались впечатлить его. Он сидит прямо там возле сокровищницы. Он видит, что они кладут. И вот богатые люди кладут много. Он видел это. Дело не в том, что он не обратил на это внимания, потому что, я имею в виду, они будут благословлены. Но она не делала это, чтобы впечатлить его. Я не верю, что она пыталась впечатлить его. Она просто хотела посеять в его служении. Она хотела видеть, как это продолжается. И в то же время она думала, что я буду с этим делать? Я должна иметь благословение Божие. Я ведь не могу прожить на это. Я не должна жить на это. Потому что вы должны помнить, когда вы думаете о любых таких вещах в его жизни и служении, везде, где он ходил, он проповедовал, «Ну, Господи, на мне!» Ибо он помазал меня проповедовать это Евангелие нищим, проповедовать прозрение слепым, и так далее. И он делал это. Петр сказал позже в доме Корнилия, что Иисус проповедовал это везде, куда он шел, по всей Иудее. И та вдова, очевидно, думала об этом. Я не должна быть бедной. Он здесь. Она была Вадима вдохновением. Она должна была быть Вадима, верно? Она должна была быть вдохновлена. Да, это то, что ты сказал мгновение назад. Она была вдохновлена Его посланием. Она была вдохновлена на таком уровне, которого другие люди не достигли. Да, да. Я думаю, что по божественному вдохновению Святого Духа она посеяла свое семя. И по божественному вдохновению Святого Духа он знал, кем она являлась. Да, точно. И это соединило и все вместе. Он знал ее отношения. Соединило все вместе. Я хочу, брат Коупленд, сделать утверждение, и Господь показал мне эти вещи просто для того, чтобы показать нам, как Бог действует и как Бог работает, и как иногда мы пропускаем Бога вместе с тем старшим сыном, с нищим и потом с тем рабом. И затем вот эта вдова, у которой не было много, но она не пропустила Бога. Она сделала то, что Бог сказал ей сделать. У меня есть четыре пункта, которыми я хочу поделиться на оставшихся передачах. И один из них очень сильный в том плане, что он говорит то, что заставит вас трепетать, потому что в нем сказано. Вы можете иметь все, если вы признаете и осознаете силу, которая внутри вас, и знаете ее цель, и решаетесь использовать ее определенным образом. Я повторю это, и я разберу это подробно, потому что это очень важно. Во всех писаниях он говорит о том, как в притче про старшего сына «Все мое твое». В другом месте писания Павел проповедовал, что все принадлежит вам. Он сказал в послании к римлянам, что мы – наследники Божьи, и сонаследники со Христом. И Библия говорит «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». И в действительности по вере, когда вы узнаете, как действовать в вере, вера дает вам победу. Вы знаете, мы должны действовать в вере, и ищущим его воздает. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Когда люди узнают, как действовать в вере согласно этим словам, этот принцип, эти слова станут живыми в их жизни. Вы можете иметь все. Понимаете, это даже не звучит. Вы можете иметь все, все, что пожелает ваше сердце. Господь дает вам желание вашего сердца. В большой степени тело Христово пыталось выжить. О, да. Да, но Бог не хочет, чтобы мы выживали. Вы можете иметь все. Вы можете иметь все, если вы признаете и осознаете. Это то, как Господь дал мне это. Если вы признаете это, прежде всего признайте силу, которая в вас. В книге Второзакония 8.18 сказано, «Он дает тебе силу приобретать богатство». Эфесянам 3.20, «Отому, кто действующую в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Поэтому, если вы признаете и осознаете силу, которая внутри вас, и знаете ее цель, вот еще что, вы должны знать ее цель. Дело не в материализме, не в вещах. Есть поручения, есть Евангелие, которое должно быть проповедано, о бедных необходимо позаботиться и так далее. Вы знаете цель. Это не просто материальные вещи. У них есть цель. И затем решитесь использовать эту силу определенным образом. Мы решаемся использовать ее определенным образом, и решаемся использовать это определенным путем, который есть путь веры. Вы должны верить в нее, в эту силу. Используйте эту силу веры. Знайте, что Бог хочет, чтобы вы были благословлены. И если вы осознаете тот факт, что вы знаете, что вы можете иметь все, это даже звучит по-мирски, это звучит так, словно это нереально. И это то, как мир хочет, чтобы мы думали, что это нереально. Они пытаются заполучить все, но Бог уже через Иисуса Христа, через Его смерть, погребение и воскресение, и Его вознесение, и Его посаженное положение, Отец уже дал нам все. Господь не будет удерживать никакое благо от тех, кто ходит праведно. И Писание буквально говорит это. Он дал нам все, все вещи... Для наслаждения. Потребные для жизни и благочестия. И затем говорится, что Он дал нам все для наслаждения. Для наслаждения, да. И религиозные люди просто не могут принять это, когда ты говоришь, Бог дает нам все обильно для наслаждения. Господь хочет, чтобы у вас была радость, и Он хочет, чтобы вы приносили радость миру. И один из величайших способов принести радость миру, это когда вы видите благословение Божье, проявленное в жизни человека. И мы должны понимать разницу между радостью и похотью. Тратить это на свои похоти, это совсем другое. Вот почему вам нужно знать цель. Но правильная сторона этого тоже присутствует. Да. И именно поэтому вам нужно проходить эти уровни. Уровни понимания, уровни мудрости, уровни послушания. Потому что если вы не пройдете эти уровни, и потом подниметесь на следующий уровень в жизни, то вы не будете знать, что с этим делать. Поэтому Господь постоянно тренирует нас. И у каждой вещи есть причина. У каждого шага есть причина. Я могу оглянуться назад. Я верил Богу и говорил это, я сел семя, но это не произошло так, как я думал, что это произойдет. Я не был готов к этому. И это то, что происходит со многими людьми сейчас. Они думают, что они готовы, но это не так. Пройдите испытания, пройдите шаги, будьте радостными там, где вы сейчас. Воздавайте Богу благодарение, будьте благодарными, ходите в любви. Продолжайте расти. Да, продолжайте расти. Продолжайте расти. Продолжайте расти. И это процесс. Это хорошо. Это процесс. Точно так же, как семя, это процесс. Не только семя является процессом, вы процесс. Бог проводит вас через процесс. Когда вы ухватываетесь за Слово Божье, как некоторые из вас ухватили за Слово Божье, и вам кажется, что оно работает недостаточно быстро, то поймите, что вы проходите через процесс. Процесс очень важен. И этот процесс так важен потому, и мы с тобой можем подтвердить этот факт, что вы, попадая на следующий уровень, уже являетесь твердым. Вы проходите определенные вещи, вы учитесь некоторым вещам, поэтому вы достаточно тверды, чтобы справиться с тем, что происходит в вашей жизни сейчас. Очень важно, чтобы вы прошли через процесс. И другая вещь, это очень сильно. Иисус в Новом Завете говорил, «Я есмь». И также Моисей задавал вопросы Богу о том, как идти к фараону. Моисей сказал, «Я туда не пойду». Кто я такой, чтобы идти туда и говорить с фараоном? Я не пойду туда один. И затем он задал вопрос Господу, «Что я ему скажу?» И Господь сказал, «Скажи ему, что я есмь тот, кто я есмь послал тебя». И он сказал, «Моисей, я буду с тобою, мое присутствие будет с тобою». И вы помните, Иисус пришел, и Иисус продолжал говорить те же слова. «Я есмь». «Я есмь» — это два самых сильных слова, которые верующий может сказать, потому что это соединяет его с Отцом Небесным. «Бог есмь, поэтому я есмь». «Бог есмь, поэтому я есмь». Делая так, мы, как верующие, должны прийти к такому моменту, когда мы совершенно осознаем нашу тождественность с божественностью, что в свою очередь зарождает и контролирует все аспекты нашей жизни верой. Позвольте мне сказать вам это снова, потому что мы говорим о тождественности. «Совершенное осознание нашей тождественности с божественностью, что в свою очередь зарождает и контролирует все аспекты нашей жизни верой». Понимаете, когда вы отождествляете, когда вы начинаете говорить, «Я исцелен», «Я богат», «Я благословлен», «Я победитель», вы отождествляете себя с Богом, потому что Бог — это все «я есмь». Можно так сказать. Да. Поэтому Бог есмь, поэтому и я есмь. И когда вы получаете откровение об этой тождественности, я думаю, что мы раньше говорили о той природе, причастниками которой мы стали, по его божественной силе. Мы причастники его божественного естества, и это приносит осознание того, что в духовном мире это ставит вас другую категорию жизни. И вы понимаете это. Слово Божие говорит, что мы совершенны в нем. В нем, да. Поэтому это осознание, совершенное сознание нашей тождественности с божественностью, это одна сфера. И вы понимаете, что внутри вас есть сверхъестественные способности. Скажи об этом немного больше, Лерой. Даже после того, как люди принимают Иисуса как своего Господа и Спасителя, по-прежнему отождествляют себя с нищенством этого мира. Вместо того, чтобы отождествлять себя с Его славой в воскресенье, вы по-прежнему отождествляете себя с Адамом и Его падением. И я знаю по себе, что здесь необходима истина. Иисус сказал, что истина освободит вас. Поэтому вам нужно Слово Божье, которое служит в духе и в жизни, чтобы просветить ваш дух и обновить ваш разум, чтобы вы могли двигаться на более высоких уровнях в Божьих вещах. Многие по-прежнему находятся в трясине из-за того, что сказано в Евангелии от Марка 7, 13. Там говорится, что человеческие традиции упразднили, сделали бессильным Слово Божье. Но как только Слово... Я помню, как только Слово Божье стало живым и начало оживать во мне, в свое время был молодым баптистским проповедником и любил Бога, и читал Библию каждый день, но потом я ухватился за Святого Духа и за Слово Веры, и Слово Божье начало оживать во мне, и мое осознание того, кем я был во Христе, и что я могу делать во Христе, и что Христос может делать через меня, вот это изменило мою жизнь. Это изменило все, верно? Навсегда, да? Осознание. Осознание потенциала, который находится внутри вас. Знаете, Библия говорит, что тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Но это внутреннее осознание внутреннего человека или внутренней работы Святого Духа внутри меня... Аллилуйя! Что Святой Дух внутри меня общается с моим пересотворенным человеческим Духом, и затем, когда вы начинаете действовать, все, понимаете, все, что происходит снаружи, начинается внутри. И когда вы учитесь действовать и работать изнутри, вы можете заставить окружающую вас реальность стать такой, какой вы хотите, чтобы она была. Понимаете, это отождествление с божественностью. Если вы собираетесь отождествлять себя с Богом, то Бог — богатый Бог. Просто необходимо сказать это. Нам просто нужно сказать, что Бог — богатый Бог. Бог — благословенный Бог. Бог не верит в то, что нужно сводить концы с концами, и вы никогда не видели, чтобы Он сводил концы с концами. Когда Он сотворил мир, сказано, что все, что Он сделал, было хорошо. Бог сказал, давайте сотворим больших китов. Я не хочу, чтобы только мелкая рыбешка плавала вокруг. Давайте сотворим такую рыбу, большого кита или еще что-то. Понимаете, Бог — большой Бог. Бог — это Бог, который сотворил слона. Знаете, Бог не сотворил только чихуахуа, просто маленьких собачек. Он сотворил слона. Он — большой Бог. Если вы просто посмотрите на Бога, просто посмотрите на величие Божьих способностей, и Он живет внутри меня. Это чудесно в наших глазах. Это чудно, да. Да. Второе Коринфянам 5, 17. «Кто во Христе, тот новое творение». Я читаю это и говорю. «Потому что Он есть, и Он есть во мне, тогда я есть в Нем. И если я есть в Нем, тогда я — новое творение». Поэтому я должен отождествлять себя с тем, что я новое творение, а не старый грешник, спасенный по благодати. Я должен отождествляться с фактом, что я новое творение в Нем. И Божье естество есть внутри нас. Я понимаю, о чем ты говоришь. Он есть. Поэтому я есть. Знаешь, когда ты говорил, пришли эти слова. Если вы верующий человек, то вы больше, чем вы думаете, вы сильнее, чем вы думаете. Когда вы слышите эти истины, ухватываетесь за это и слушаете их снова, снова и снова, вы выйдете из этого тесного места и начнете расширяться. Бог думает о расширении. Знаете, в Библии сказано не презирать малое начало, потому что в конце это будет сильно возрастать. Бог верит в умножение и увеличение, и Он хочет благословить Свой народ. Да, да. Слава Богу. Я знаю, что вы ухватываете это. Я знаю это. Я могу почувствовать это в Своем Духе. Вы сидите там и говорите, Слава Богу, да. Я есть. Я есть. Все, что Он говорит, что я есть. Я есть. Я могу делать все, что Бог говорит, я могу делать все. Я могу быть всем, кем Бог говорит, что я могу быть, потому что у меня есть Его Слово, и у меня есть Его Дух. Слава Богу. Аллилуйя. «Потому что Иисус есмь, я есмь». Это дошло до меня. Мы закончили на 2-м послании Коринфянам 5.17. Итак, то во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога. Потому что Он – Господь. Я – новое творение. Я в Нем. И я отождествляюсь с «я есмь». В Нем, а не с тем, кем я был в Адаме. Да. Был неудачей. Боже мой, Лерой. И это дошло до меня несколько мгновений назад, как раз перед тем, как началась передача. Это 2-е послание Коринфянам, 8-я глава. Да. 9-й стих. «Ибо вы знаете». Брат Томпсон говорил про нас. Говорил нам о том факте, что проблема была в том, что мы не знали. Не знали. И Господь продолжал говорить тебе, «Они не знают?» «Они не знают?» «Вы должны были говорить им. Аминь». Мы должны были говорить им. Итак, Он сказал, «Ибо вы знаете, это что-то, что нам нужно знать. Благодать Господа нашего Иисуса, помазанного Богом, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Поэтому наше отождествление с Божественностью, о котором ты говорил на вчерашней передаче, ты представил это нам, это совершенное осознание нашей тождественности с Богом начнет изменять все, что нас окружает. Да. Итак, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». И вы можете сказать это так. Вы через Его нищету и затем через Его благодать богаты. Богаты. «Он есмь, поэтому я богат». Да. Вам нужно начать прежде, чем у вас что-то будет, верно? Вы не можете ждать, пока получите это, и затем встать и сказать, «Ну, знаете, Он сделал меня богатым». Нет, нет, нет. Он сделал вас богатым еще до того, как вы узнали об этом. И вы должны принять это. Боже мой. Посмотрите 1 Иоанна 4 глава. 1 Иоанна 4 глава. Если есть какие-то споры об этом, давайте закончим их. 1 Иоанна 4,17. О, да. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда». Вот оно. «Потому что поступаем в мире всем, как Он». Не после того, как вы пойдете на небеса. Нет, так как Он прямо сейчас. «Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо здесь. Так как Он, это Я Есмь. Прямо здесь. Да. «Поступаем в мире этом, как Он». «Он есть. Я Есмь. Поэтому Я Есмь. Прямо здесь и сейчас. Да. Я могу приносить Его среду через меня и высвобождать ее верой. Я могу высвобождать благословение Авраама, которое пришло на меня через Христа Иисуса, и начать менять и изменять изнутри наружу то, что вокруг меня, что меня окружает, пока не будут поглощены мои долги, пока не будут поглощены болезнь и немощь. Да. Потому что Он понес мою болезнь. Он понес мою немощь. Поэтому я исцелен. Да. Аллилуйя. Слава Богу. Боже мой, Лерой Томпсон. Ты... Это сильно. Боже мой. Служение и жизнь Иисуса были картиной того, кем мы являемся. Да, верно. Все, что Он сделал, Он не только был послушан Отцу, но Он показывал верующему, вот как ты должен жить, вот что ты можешь делать. И когда Он говорил про «Отче наш», это было сильно. Когда Он сказал «Отче наш», «Отче наш», не «Отче мой», нет, Он так не сказал «Отче наш». Другими словами, Он говорил им «У вас есть те же самые права». Затем Он говорит в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Иоанна 14, 10. Мне нравится это в 14 главе Евангелия от Иоанна. И все, что мы пытаемся сделать, мы пытаемся подчеркнуть эту тождественность, которая у нас есть здесь. Иоанна 14, 10, 11. Да. Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. «Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». У нас есть та же самая привилегия. Это то, что мы только что сделали. Да, я знаю это. Это то, как Он жил. Он сказал «Потому что Он есть, Я есть». Да. Мы говорим то же самое о Нем, верно? Да. «Потому что Он есть, Я есть». Да, мы говорим то же самое. Посмотрим, найду ли я этот стих. Деяние 17, 28. «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Это прямо здесь, в Нем. Так же, как Иисус говорил, «Я в Отце, Отец во Мне». Кеннет Коупленд может сказать то же самое. Лерой Томпсон может сказать то же самое. Любой верующий может сказать то же самое. Да. И опять же, вот еще одна чудесная вещь. Именно Слово Божье производит работу. Да. И все, что вам нужно сделать, это применить Слово Божье. Иисус сказал, «Если прибудете во Мне, и Слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». В одном из переводов сказано, «Если вы прибудете во Мне, и Мое Слово прибывает в вас, потребуйте то, что по праву принадлежит вам, и Я позабочусь о том, чтобы это у вас было». Слава Богу. Аминь. Поэтому в Нем мы живем. Эти два стиха. Этот стих в 1 Иоанна 4,17 говорит, «Как Он, так и мы в этом мире». И затем здесь, в книге Деяний 17,28 сказано, «В Нем мы живем, и движемся, и существуем». Это прямо здесь, в Деяниях 17,28. В 15 главе Евангелия Теана в 10 стихе сказано, «Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего, и пребывая в Его любви». Да. Поэтому Иисус – совершенная картина человека веры, пребывающего в Боге. И Бог пребывает в Нем из-за Своего Слова, храня Своё Слово, исполняя эту заповедь, храня Слово Божье в Его сердце и в Его устах. И когда Он ходил, это изменяло все вокруг Него. И Иисус всегда был связан с пониманием Своих взаимоотношений с Отцом. Вот где было Его отождествление, верно? Да. Он оставался привязанным к этому. И вот что произошло. Мы оставляли Иисуса в этой сфере наедине, в то время как Он пытался дать нам примеры образа жизни, по которому мы можем жить с Его природой внутри нас. И мы сохраняли наше отождествление с Адамом и его грехопадением, вместо того, чтобы выйти из этого и отождествиться с Иисусом. Понимаете, Божья природа, которая внутри нас, говорит о преизбытке, говорит о чрезмерном изобилии. Божья природа внутри нас, говорит Божье. Как велик Бог! Бог — это преизбыток. Бог — это чрезмерное изобилие. Бог — это богатство. Бог — это умножение. Бог — это переливание через край. Бог — это больше, чем достаточно. Библия постоянно говорит о нем так. Иисус сказал, и такой же, как Он. Именно поэтому у Него было так много проявлений. С пятью хлебами, двумя рыбками. Когда Ему нужно было заплатить налоги, Он сказал, первая же рыба, которую поймаешь... Лерой, я вижу, что Его желанием было не просто спасти нас, чтобы мы всего лишь помогали спастись кому-то еще. Я имею в виду, это первое, потому что без этого невозможно войти во все остальное. Но это еще не все. Он хотел, чтобы тело Христово было ответом на нищету в мире, на болезни в мире, на смерть в мире. На тот ужас, в котором мир живет. Он хотел, чтобы этот ответ тек через нас. Вот что Он хочет сделать. Я хочу явить способности небес на земле через моих людей. И когда эта земля или этот мир увидит способность небес, люди отпадут от своей Адамовой природы и придут к природе Христа. И если Иисус будет вознесен, это привлечет людей к Нему. Да. То, что я видел, не привлекало меня. Оно отталкивало меня. Вот почему я оставался вдали от этого такого. Я продолжал думать, знаешь, если я окажусь среди них, у меня никогда ничего не будет. Они приветствовали это в себе. Они приветствовали это в проповеднике так сильно. О, да. Они оставляли Его нищим. Они держали Его нищим. Они набрасывались на Него. И знаешь, я сказал, вот что я уж точно не буду проповедником. Знаешь, я сказал, Боже мой. И это потому, что я не видел другую сторону. Я не знал, что вы можете ходить с Богом и ходить в помазании. И просто хождения в помазании недостаточно. Просто я не знал, что есть помазание, есть подкрепление. Что вы можете ощущать Божье присутствие, и ощущать Божью руку на вас, и чувствовать, как Бог обнимает вас и прикасается к вам. Я не знал этого. Все, что я видел, это церковное собрание, и они держали проповедника нищим. Но затем вы смотрите в Библии на левитов. Совершенно другая концепция. Бог заботился о них. Совершенно другая концепция. Бог заботился о них. И затем я узнал из своего пастырского опыта, что если люди научены правильно о человеке Божьем, о служителе, они получат награду пророка. И люди в моей церкви каждый день освобождаются от долгов. Они поднимаются, потому что они различают призвания на моей жизни. Я научил их. Я научил их, что такое призвание, и что оно значит. О взаимоотношения, законе общения. И это действительно начало работать в моем собрании. И они преуспевают. Я помню, много лет назад один человек, настоящий муж веры, который был пастором в Гарлеме, Джесси Уиндли. Брат Уиндли был просто сильным человеком веры, и он в своей силе обогнал свое время. Он был... Я понимаю. Он был впереди, когда многие из нас только пытались понять то, где он был. Но он проповедовал веру, и он проповедовал силу Слова Божьего. И ему пришлось выбираться из этой глубокой, глубокой нищеты. И потом он оказался в глубокой религиозной нищете, и он буквально чуть не умер от голода, пытаясь сделать то, что его деноминация хотела от него. Он не мог прокормить свою семью. Он начал верить Богу, и Бог подготовил его и научил его. И он вышел из этого. Через какое-то время прямо там, в Гарлеме, прямо в центре одного из самых трудных мест в Нью-Йорке. Его церковь росла в том окружении. И у людей в его церкви, перед тем, как брат Уиндли ушел домой Господу, были самые лучшие работы в Нью-Йорке. Они были... Это просто росло, выглядело, будто это росло прямо из грязи, но это была сила Божья, которая достигала и побеждала окружающие обстоятельства. Поэтому неважно, где вы находитесь. Я наблюдал за этим. В нашем городе Дерро я наблюдал, как Господь делал это. Просто Господь делал это, я наблюдал за этим. Я наблюдал, как люди приезжают. Я смотрел на выражения их лиц, я наблюдал годы, месяцы, я смотрел, как меняется их одежда, их машины, их лица меняются, их пожертвования меняются, их радость меняется. Я наблюдал, как Слово Божье работало в жизни людей. Да. У меня там счастливые люди. Да, верно. Да, и пришло время, чтобы ты снова приехал. Аминь. Потому что Он есть. Я есть. Да. Кто я тогда? Я потомок Его Слова. Мой духовный человек родился свыше не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живущего, пребывающего вовек. Пребывающего вовек. Поэтому? Я Его семя. Я Его потомок. Я Его семья. Да, аминь. Потому что Он Господь. Я новое творение. Потому что Он мой первосвященник. Я успешен в молитве. Да. Во всех путях твоей жизни ты успешен. Какое исповедание веры. Да. Отождествление с божественностью — это сильно. И это выведет вас из ограниченного мышления и малых вещей и начнет поднимать вас в правильное место, в котором Бог хочет, чтобы вы были. Есть еще одно, что я хотел бы сказать. Вот еще один принцип. Абсолютная вера, что мы можем принимать все благо от божественного источника всего. Это идет следом за предыдущим. Но это еще один принцип, над которым вы можете работать. Помните, мы сказали вам, что вы можете иметь все, если вы признаете и осознаете силу, которая внутри вас, и знаете ее цель, и решаетесь использовать ее определенным образом. Во-вторых, мы сказали о совершенной осведомленности, о нашей тождественности с божественностью. Смотрите, которая зарождается, потому что есть определенные вещи, которые родятся в вас. Есть определенные вещи по вере и по действию по Слову Божьему. Это даст рождение некоторым вещам внутри вас, которые иначе не произошли бы в вашей жизни. Это о тождественности с божественностью. И затем контроль над этим. И я вижу кое-что здесь, потому что как только вы попадаете в сферу божественности и начинаете действовать в этой тождественности с божественностью, определенные сверхъестественные вещи, чудеса, знамения, удивительные вещи во всех аспектах вашей жизни, в вашем теле, в ваших финансах, в ваших взаимоотношениях, начинают происходить. Это зарождается или рождается в духовном мире точно так же, как рождение свыше, потому что Господь показал мне, я размышлял однажды, как рождение Христа связано, это как рождение свыше. Это как новое рождение. Да. Знаете, это духовное рождение. И вы начинаете иметь эти духовные рождения в вашей жизни. Вы начинаете рождать вещи духовно, рождать вещи сверхъестественно, рождать вещи по вере. Рождаете исцеление, рождаете финансы, это начинает зарождаться в вашем духе, и вы начнете рождать эти вещи, и определенная степень зрелости нужна потому, что теперь эти вещи должны быть управляемы точно так же, как они были рождены. Поэтому ваша тождественность с божественностью... Бог есть, поэтому я есть. И вы рождаете эти сверхъестественные вещи теперь, чтобы позаботиться о том, что вы родили сверхъестественно. Вы должны осознавать вашу тождественность с божественностью, чтобы контролировать эти вещи. Да. Понимаете, они могут стать неконтролируемыми. И отец не может позволить некоторым людям идти в определенные места из-за того, что они не могут их контролировать. Вот почему, когда вы видите азартных игроков, и вы видите играющих в лотерею людей, которые выигрывают большие суммы денег, и они теряют контроль. Человек теряет жену... И просто делает с этим постыдные вещи. Да. Потому что они не контролируют это. Это просто деньги. Понимаете, мы не говорим просто о деньгах, мы говорим о деньгах с миссией. Да, это нищий человек с деньгами. Это просто не работает. Просто не работает, потому что деньги... Это не работает. ... избавляет его от его нищеты. Нет. Он по-прежнему думает таким образом. По-прежнему думает таким образом. И поэтому он не применяет деньги себе на пользу, а наоборот, они работают против него. За неимением лучшего определения, я использовал это слово «общепринятое», но грех становится общепринятым в его жизни, потому что у него нет управляющего фактора. И единственная причина, я говорю тем, кто нас слушает, вы спрашиваете, брат Томпсон, почему я не получил мой прорыв? Я люблю Бога, я сею в служение брата Коупленда, я сею в ваше служение, почему я не получил мой прорыв? Есть определенное количество духовного роста, который должен произойти, есть определенное количество доверия, которое вы должны позволить Духу Святому вложить в ваш разум и в ваше сердце. И я скажу тебе, брат Коупленд, мы вернулись к двум лептам той вдовы. Есть семена, которые Бог говорит вам сеять, и вы не можете это видеть. Вы говорите, как же я могу это сделать? Знаете, у меня были такие моменты, у вас тоже было такое, но вы делаете это верой, потому что Бог не может доверять вам до тех пор, пока вы не доверяете Ему. Я скажу это снова, потому что это сильное слово. Бог тренирует вас, чтобы вы доверяли Ему, чтобы Он мог доверять вам. И Он делает это посредством семени, особенно когда речь идет о финансах. Я знаю, на основании того, что я прошел, Бог сказал, «Могу ли я доверить тебе делать это, Лерой?» И в конце концов я сказал, «Да, Господь». Он сказал, «Если я могу доверять тебе, если я могу доверять тебе, и ты упываешь на меня, то теперь я могу доверить тебе перейти на следующий уровень». Вот как это работает. Доверие приходит как из подготовки, так и от знания. Есть определенные вещи, которые я знаю тебе, и я верю в это. Да. Но чем больше я слушаю твое учение, и чем больше я готовлюсь, чтобы слышать, что Бог говорит через тебя, тем глубже мое доверие становится к тебе. И я знаю, что это то же самое. Вы все время поступаете так в естественных вещах. Вы берете прибор, о котором вы не так много знаете. Вы не доверяете ему так, как доверяете позже. Когда научились пользоваться им, когда вам становится удобнее обращаться с ним, и потом, «О, да, я теперь знаю, почему это должно делаться таким образом», и так далее. Чем больше вы подготавливаетесь и проводите время с Богом и Его Словом, и позволяете мучить вас и готовить вас, и вы послушны в малых вещах, то со временем вы сможете управлять все большим и большим и большим. Да. И знаете, главное в том, что мы должны громко заявить, что Бог ничего не удерживает от нас. Он ничего не удерживает от нас. Бог не удерживает. Вы читаете 22-й Псалом и просто видите Бога. «Господь пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он приготавливает трапезу передо мной ввиду врагов моих. Он умощает мою голову и елеем. Моя чаша преисполнена. Благость и милость будут сопровождать меня. Это благой Бог. Бог благой Бог. Да. И Он хочет, чтобы у вас было лучшее. Моя семья и я говорим это. Я собираюсь поделиться этим с вами. Моя семья и я говорим эти последние шесть месяцев. Ничего, кроме самого лучшего. Утром, вставая с кровати и становясь на пол, я говорю, «Ничего, кроме самого лучшего, не случится со мной сегодня. Ничего». И это начинает происходить еще больше. И чем больше я слышу это, и чем больше я говорю это, тем больше я поворачиваю это зеркало и говорю, «Бог, ничего, кроме моего самого лучшего». Ничего, кроме моего самого лучшего. Ты дал мне свое самое лучшее. Ничего, кроме самого лучшего. И теперь я даю тебе мое самое лучшее. Вчера в конце передачи брат Лерой Томпсон упомянул тот факт, что Бог дал нам свое самое лучшее, и нам нужно ожидать самое лучшее, когда мы отождествляемся с божественностью. Потому что Иисус есть Я Есмь. И нам нужно перестать отождествляться с Адамом, с его падением, и начать отождествляться с Иисусом и его воскресением. Он сидит одесную славы. И, как отметил брат Томпсон, «Мы должны поступать в мире всем, как Он», согласно 4 главе 1 послания Иоанна. И он перечислял одно местописание за другим, одно за другим, одно за другим. Эти великие и драгоценные обетования, через которые мы становимся причастниками Божьего естества. Да? Аллилуйя. Аллилуйя. Мы ожидаем самого лучшего от Бога. И Иисус – самое лучшее, что было у Бога. И Он дал Его нам. Мы приняли Его самое лучшее. И затем мы должны обновлять наш разум, чтобы быть благодарными за то, что мы имеем. Но мы всегда стремимся к Богу за улучшением, развитием, чтобы подняться на более высокий уровень. Мы простираемся за Его самым лучшим. Всегда Его самым лучшим. Я хочу представлять Его самое лучшее во всем, что я делаю. И я хочу быть самым лучшим, насколько могу. Не просто при помощи своих естественных сил, но я хочу отдавать Ему мое самое лучшее. И после того, как мы закончили вчерашнюю передачу, ты рассказывал мне свидетельство. Да. Я хочу, чтобы и другие Его услышали. Да, и я верю, что помазание придет ко многим людям, когда прозвучит это свидетельство. Я верю, что то, что Бог дал мне, не только для меня, но для тела Христа. Подготовка в духе, подготовка в финансовых делах. Господь начал готовить меня, и я не знал, для чего Он меня готовит. Он готовил меня для этого момента, для откровения «Деньги приходят», «Деньги с миссией» и других откровений, о которых я учу тела Христа. И когда мы с моей женой Кэролин собирались строить дом нашей мечты, то у нас были деньги на первый платеж, а также у меня была хорошая кредитная история в банке в то время. Но каждый раз, когда мы шли с документами в банк, работники банка находили какие-то отговорки, чтобы отказать нам в кредите. Мы обратились в пять или шесть банков, и они отказывали нам в кредите, и тогда я понял, что происходило. Они пытались тормозить меня в этом вопросе, потому что я был проповедником, я так думаю. И мне нужно было ехать проповедовать в Филадельфию, и в то время я летал коммерческими авиалиниями. Возвращаясь домой, я оказался в салоне первого класса. Благодарение Богу, и Господь помог мне оказаться в первом классе, и я расскажу вам об этом когда-нибудь позже. Я сидел там в самолете, а Кэролин спала. И я просто прокручивал в моем разуме все эти события. И эти люди в банке доставляют мне столько неприятностей. И Господь сказал мне построить дом. Я сказал, я построю его позже, а пока построю дом поменьше. И вот тогда я получил это слово от Господа, и это слово придет к вам. Кто-то слушает нас сегодня, и вы также получите это слово. Я услышал, как это слово пришло с силой, не соглашайся на меньшее. Я обеспечил все для того, чтобы у тебя было самое лучшее. И это потрясло весь тот самолет, как мне казалось. Я вернулся домой и сказал, я просто построю этот дом. Я пошел в другой банк, пошел еще в один. Наконец, я пришел в третий банк, и работник банка сказал, мы сделаем это. Именно так мы построили тот дом. Но Господь дал мне эти пророческие слова для тела Христа, что вам не нужно продолжать соглашаться на меньшее. Вам не нужно продолжать быть в конце очереди. Вам не нужно продолжать. Вы не нищий. Вы не кто-то, у кого нет отождествления. Мы говорим о нашем отождествлении со Христом. Одна из вещей, которые я записал, отождествление и способность Христа, это откровение отождествления верующего. Вот почему Он послал Святого Духа. Чтобы Он обитал внутри вас, верно? Обитать внутри нас, чтобы мы могли иметь то же самое отождествление, ту же власть, ту же силу, ту же помазание. И Он помог тебе возрасти по мере того, как откровение росло внутри тебя. И когда оно расширялось, когда оно росло, ты оказался в положении, когда тебе больше не нужен был банк. Да, верно. Это... Верно, да. Аллилуйя. Потому что шаг за шагом, когда вы верите Ему, вы почти что становитесь банком в такой ситуации. Мы должны владеть банками. Да. Да. А не наоборот. Вместо того, чтобы банк владел церковью и владел нашими домами, владел всем, что у нас есть, мы должны были продвинуться дальше к этому времени. И мы продвинулись бы, если бы не отказались тогда, тысячу лет назад, и не начали говорить эти слова о нищете. Проповедуя о неверии, сомнении и неверии, мы бы владели банками. Знаешь, брат Копленд, вот еще одно сильное понимание, которое Господь дал мне о процессе Царства Божьего, когда я писал книгу «Вы не нищие, у вас есть семя». Господь сказал мне это очень сильным образом, сказать телу Христа «Вы не нищие, у вас есть семя». Почему? Во втором послании к Коринфянам 9.10 сказано, что Он дает семя сеющему и умножает его хлеб. Да. Умножает посеянное семя. И однажды Он показал мне кое-что относительно этого стиха. И это только что поднялось в моем духе, поэтому я поделюсь этим. Он сказал «Умножит плоды вашей праведности». Я читал это много раз, и пару недель назад Господь сказал, «Знаешь, что я имею в виду, когда говорю «Умножит плоды вашей праведности?»» Я спросил, «Может ли возрастать моя праведность?» «Нет», — ответил он. «Я сказал, «Умножит плоды вашей праведности». Я сказал, «Ну, я всегда думал, что ты говорил об увеличении моей праведности». Он ответил, «Нет, я не могу увеличить твою праведность. Твоя праведность включена на полную мощность, потому что ты праведность во Христе. Я говорю об увеличении обилия, богатства и умножении в твоей жизни». Бог сказал, «111-й псалом». Он сказал, «Обилие и богатство в доме праведного». Когда я говорю, что я умножу плоды твоей праведности, я не говорю только о том, что ты будешь святым человеком. Ты можешь иметь все, что производит праведность. Я думаю о том, что ищите же прежде Царства Божьего и праведности Его, и это все приложится вам. Когда все это начинает прикладываться, оно не должно на этом останавливаться. Плод того, что вы прежде всего ищите Его, должен продолжать умножаться, верно? Все больше и больше и больше. Понимание процветания, то, что мы обсуждаем на этих передачах, вырвет вас из недостатка. Оно вытащит вас, оно окончательно вырвет вас оттуда. Просто продолжайте питаться, как те люди, которые слушают эти передачи постоянно. И внезапно вы, как ракета, вылетите из этого. И может казаться, что вы двигаетесь всего сантиметр за сантиметром, как казалось мне. Сантиметр за сантиметром. Один шаг послушания за другим. И внезапно Господь сказал, «Достаточно». Да, то же самое произошло с ней. Вырывает вас. Да. Вы даже не знаете. Как-то я слышал. Вообще-то, вам нужна женщина, которая могла бы рассказать вам о родах ребенка. Она вынашивает этого ребенка 9 месяцев, ходит неуклюже, спит на спине, затем испытывает боль, когда ребенок рождается. Но после рождения ребенка мне говорили, что они даже не вспоминают про все это. Да. И именно это и происходит, когда вы медленно продвигаетесь вперед. И среди тех, кто нас сейчас смотрит, есть те, кто думает, что все это не работает. Вы посеяли ваше семя, вы отдали вашу десятину, и вы думаете, что все это не работает. Позвольте мне сказать вам из моего опыта, из любви к Божьей, это работает. Оставайтесь в этом. Продолжайте делать то, что вы делаете. Смейтесь, когда вы думаете, что хотите плакать, потому что иногда вы будете чувствовать небольшое давление. Но просто прилагайте усилия, потому что подобно тому, словно вы в утробе духа. И внезапно вы родитесь и скажете, «О, как я сюда попал!» И все это благодаря тому, что вы оставались верными. Оставайтесь верными, не разочаровывайтесь, не сдавайтесь, не переставайте, не падайте духом, не ослабевайте. Как муж Божий сказал это однажды. Он сказал, «Знаете, я стоял в очереди со своим подносом, и передо мной стояло много людей». И он сказал, «Я голоден, и хотел бы, чтобы эта очередь двигалась быстрее». «Я очень голоден, но ничего не могу с этим поделать. Я должен стоять в очереди, а если я из нее выйду, то мне снова придется идти в самый конец». И тогда он сказал, «Я начал радоваться». «Эти люди отходят в сторону с тарелками на подносе, и они выходят». «Посмотрите на это». Да, он сказал, «Вот к чему я движусь». «Чему я радуюсь?» «Тому, что очередь движется». «Очередь движется, а я в этой очереди». И он сказал, «Я вижу, как Кеннета Глория получает благословение, я вижу, как остальные люди получают благословение, эта очередь движется». Аминь. «Понимаете, вот почему я так много свидетельствую». Я помню, как ты говорил мне, когда ты приезжал в нашу церковь. «Брат Лерой, есть тонкая грань между дерзновением и надменностью». Знаешь, я никогда этого не забывал. А это было годы назад. Ты сказал, «Некоторые люди не понимают того дерзновения, которое у тебя есть, но держись за него». Брат Урал Роберт сказал мне то же самое, «Держись за это, у тебя что-то есть». Он сказал, «Не отпускай это, держись за это». И другие великие мужи Божьи говорили мне, «Не отпускай это, знаешь, у тебя что-то есть, двигайся в этом». Брат Хейгин сказал, «У тебя что-то есть, двигайся в этом». И это дерзновение в финансах. Эти свидетельства, которыми я делюсь, иногда может казаться, словно я хвастаюсь. Может также казаться, словно вы хвастаетесь. Мне нечем хвастаться, Брат Коуплин, Господь сделал это. Тот уровень, на котором я сейчас нахожусь, не пришел из-за того, что у меня было замечательное и успешное прошлое. Но это то, что Господь делает, и это чудесно в наших глазах. Но как я могу сказать телу Христову, что это работает? Почему Бог сказал в расширенном переводе Библии, в 13 главе Бытия, что Авраам был крайне богат? Почему Бог, объясняя праведность Иова, описывал все вещи, в которых Он позволил Иову, своему рабу, быть благословленным? Я не могу быть благословленным по определенной причине. И именно поэтому я не могу быть боязливым. Я не могу прятать то, что Бог делает для меня. Я не боюсь никого, потому что, зная, что телу Христа необходимо слышать, что Бог может взять вас из ниоткуда и привести вас в любое место, в которое вы хотите попасть. Вот почему я свидетельствую иногда о своем доме. Я свидетельствую о машинах. Люди думают, что я свидетельствую. Послушайте, я знаю, что жизнь человека не зависит от изобилия и его имения. Я знаю, что все это имущество — ничто. Я всего лишь управляющий. Я знаю, что нет ничего, что человек может принести в этот мир и забрать из него. Я понимаю это. Но точно так же для Бога. Я следую тому образцу, который расходится с этой мирской системой. И очень долго Бог демонстрировал свою благость. Он хотел, чтобы люди знали, и они хотели увидеть это. Я слышал, как Господь говорит это. Мы с Глорией отделили себя точно так же, как и ты с Кэролин. И мы молились и искали Бога в вопросе, нужно ли нам строить этот дом. И я слышал, как Глория говорит. Если это... Знаете, она провела 30 лет, планируя делать чертежи дома, потому что ей нравилось это. И когда мы только поженились, мы читали книгу, в которой брат Орл Робертс написал «Не позвольте никому украсть ваши мечты». Он сказал записать их. Запишите их. И наслаждаться ими. Да, продолжайте верить его. И представить их Господу. Поэтому в самом верху ее небольшого списка она написала «Совершенный дом для нашей семьи». Это было в самом начале. Да. Это то, что ей нравилось. Она собирала фотографии домов. Некоторое время она собирала целые журналы. И у нас собралось столько журналов, что мы не могли... Да, я знаю. Я проходил через это. ...хранить их. И она стала вырезать те фотографии, которые ей нравились. И она собирала их в папке, и она планировала. И мы возвращались из поездки, и она раскладывала их по столу. Ей просто это очень нравилось. Она проводила часы за этим. И в один день она сказала «Мне нужно что-то с этим сделать». Она сказала «Или мне нужно построить этот дом, или перестать этим заниматься». Да. Это то, что я слышал, что Господь говорил. Он сказал «Это мечта, которая развивалась в ней в течение 30 лет». Он сказал «Это надежда, надежда в библейском понимании». Мир приравнивает надежду к желанию. Да. Вы получите исцеление сегодня вечером? Ну, я надеюсь на это. Это не библейская надежда. Это не библейская надежда. Это естественно. Библейская надежда. Эти слова, переведенные как «надежда», это интенсивное, накаленное ожидание. Тогда вы добавляете веру к этому, и у вас уже есть сущность. Это то, что делал Авраам. Да. Это то, что он делал. Я услышал, как Господь говорит «Эта мечта начала вбирать в себя веру, и это вот-вот родится». И Глория чувствовала это. Что-то должно было произойти. Я услышал, как она говорит это Господу. «Господь, если нет Твоей воли в том, чтобы я строил этот дом, то просто скажи мне, и я никогда не упомяну об этом снова, и никогда не буду сожалеть». И она переложила заботу в этом вопросе на Господа. Потом я услышал, как Господь сказал «Очень ясно». Мы отделили себя на неделю, чтобы молиться об этом, чтобы принять мудрость Божью. Я просто сидел в передней комнате и молился в духе. И я успокоился немного, и ко мне пришло слово от Господа. Он сказал «Я хочу, чтобы ты возложил руки на нее и послужил ей в отношении этого дома». И он дал мне местописание. Я не знал этого, но это было то же самое местописание, которое она записала в этом списке 30 лет назад. И когда я начал служить ей, Господь сказал «Если люди позволят этому дому оказать впечатление на их дух, то я дам им такое же или лучшее». И это никак не связано с тем, как они зарабатывают на жизнь. Да. Никак не связано с этим. И я начал осознавать, что это часть того, как Он дает процветание служению, чтобы люди могли понять, что в этом есть для них. Да, да. Слово пришло в мой дух, когда ты говорил. Это мантия процветания. Я никогда не слышал этого раньше, но Господь сказал, когда ты говорил об этом. Это мантия процветания, которую Бог возложил на жизнь определенных людей, чтобы показывать Его благость, что Он сделает все это для вас. Да. Это мантия. Это мантия, брат Копленд. Я узнал, что если я не сделаю определенные вещи, то окажусь в больших неприятностях перед Богом. У тебя будут неприятности. Вещи, которые кажутся материалистическими или просто чем-то, что мне хочется сделать. Но есть некоторые вещи, которые Бог говорит мне делать в сфере финансов, и если я не сделаю этого, то я могу чувствовать, как приближаются неприятности, и могу чувствовать, что не послушался Бога в Его благословении. Понимаете, вы можете не послушаться Бога в Его благословении. Другими словами, когда Бог хочет благословить вас, то Он не хочет, чтобы вы портили это. Он хочет, чтобы вы шли вперед и делали то, что Он хочет, чтобы вы делали, независимо от того, кто что говорит об этом. Бог говорит, я разберусь с ними. Ты делай то, что я сказал тебе делать. Потому что больше людей будут благословлены здесь, чем эти ворчуны, эти недовольные люди, эти искатели ошибок. Как-то я служил на одном собрании вечером, и люди жертвовали. Знаете, на основании этого откровения, деньги приходят, люди просто давали. И вдруг одна женщина принесла чек на 10 тысяч долларов, и потом еще один человек принес чек на 5 тысяч долларов. И вдруг я остановился посреди этого и сказал, кто-то тут подсчитывает, кто это подсчитывает. Мужчина сказал, вот она. Она пыталась считать. А вот если бы вместо этого она погрузилась бы в поток того, что происходило, никто не считает деньги. Деньги просто текут. Вы погружаетесь в поток и получаете благословение. Вы пытаетесь посчитать то, что приходит, а то, что приходит, идет в служение. Все, этого уже нет, а вы пропускаете, пытаясь сосчитать это. Люди не понимают этого, и всегда будет кто-то, кто не понимает. Но я помню, как я учил на собраниях 30 дней славы, как Господь сказал мне сказать некоторые вещи, конкретно Глории. Он побудил меня сказать некоторые вещи. Я помню это. Он побудил меня сказать некоторые вещи, которые не будут сеять семя, а будут просто ободрением для ее мечты, чтобы идти за ней. Бог сделает это для всех нас. Он побудит вас сказать что-то, скажет кому-то сказать что-то, и это принесет нам ободрение. Вы говорите, я движусь к этому. Знаешь, мы никогда не упоминали об этом доме на людях, публично. Да. Я никогда не собирал пожертвования для себя, нигде, ни на что. И мы никогда не упоминали об этом, никогда не говорили об этом ничего и никому, кроме Бога. И происходили чудесные вещи. Да. Лерой, это просто... Это Бог. Мы с Глорией просто стояли на этом, и мы сделали эту табличку. Это от Господа, и из дивно в очах наших. Понимаете? Да, да. Аминь. Он восхищен. Слово от Господа, пока ты говорил, пришло в мой дух. Так что я должен высказать его. Чуть раньше ты рассказывал о том, как шел в тот банк, и это просто вырвалось из моих уст. Мы должны владеть банками. Да. Да. И потом я подумал, ну, это немного... Вместо того, чтобы банки владели нами, тело Христово должно владеть банками. Подождите минутку. Разве это не благословение Авраама на нас? Почему мир так разозлился на семя Авраама? Потому что им принадлежали банки. У них... Они владели банками. ...была банковская система. Сила Божья дала семени Авраама мудрость и богатство, и они владели этим. И это одна из причин, почему Гитлер так ненавидел их и хотел убить их. Потому что он не мог добраться до банков, не убрав их с дороги. Вот почему некоторые так сильно выступают против этого послания. Это послание не какая-то новая истина. Не новая. Это то, как Бог... Она была здесь все время. Это завет. Это царство. Это помазание. Это слово Божье. Это то, чего Бог хочет для своих людей. Для детей Израиля. Он сказал, что вывел их, и не было ни одного немощного среди них. Он вывел их также с серебром и золотом. И всегда найдется кто-то, кто захочет воевать с этим. Но это ничего не изменит. Не изменит. Знаете, я хожу в любви к таким людям настолько, насколько возможно. Но я не останавливаюсь, потому что я знаю, что если я остановлюсь, я окажусь в беде. Мне не важно, ведь Господь сказал мне идти и сказать телу Христа. Он сказал, просто пойди и скажи телу Христа. Если я ошибаюсь в чем-то, Бог поможет мне. Ты знаешь, о чем я говорю, но я стараюсь попасть каждый раз. Я слышал об одном бейсболисте. У него было много отбиваний. Они спросили у состарившегося бейба, как получилось, что у вас было так много успешных пробежек беттера? Он сказал, я всегда замахивался сильно, хотя я мог и не попасть, но я замахивался. Это то, что я делаю я, брат Копленд. Я сильно размахиваюсь. Я размахиваюсь для тела Христа. Чтобы тело Христа могло встать на место. Это Евангелие должно быть проповедано. И в книге пророка Захарии, в первой главе 17 стихе, в одном из переводов сказано, «Мои города распространятся процветанием». У меня есть еще один принцип, которым я хочу поделиться. Да. Сердечная благодарность за все благословения, которые всегда доступны нам настолько, насколько мы осознаем и принимаем их. Я хочу повторить эти принципы. Смотрите. Сердечная благодарность за все благословения, которые всегда доступны нам, слушайте очень внимательно, настолько, насколько мы осознаем и принимаем их. Мы говорим о доступности, мы говорим о признании того, что они есть, и мы говорим об их принятии. Это все, что Отец хочет, чтобы мы знали. Он хочет, чтобы мы были благодарны. Чтобы мы были благодарны, что Господь благ, и Его милость пребывает вовек, и Господь хочет, чтобы у вас было самое лучшее. Вы слышите меня? Господь хочет, чтобы у вас было самое лучшее. И помните, что это Он дал вам силу приобретать богатство. Да. Признавайте его. Осознавайте это. И примите это. Благословение Господь не обогащает. С посвященностью. Да, с посвященностью. С посвященностью. С посвященностью и благодарностью. Спасибо тебе, Господь. Лерой, какие прекрасные две недели. Это было благословение. Какое огромное количество работы ты выложил на наш духовный стол. Слава Богу. Мы будем питаться этим снова и снова. Вы можете посетить наш сайт в интернете и посмотреть эти передачи. И питаться этим снова, снова и снова. Просто тщательно изучать это. Слава Богу. Для меня было благословение быть на твоей передаче, брат Коплин. Всегда благословение быть здесь. Слава Богу. Мы вернемся через минуту. Пятница всегда является на передаче «Победоносный голос верующего днем пожертвований». Теперь, благодаря этим передачам, у вас есть основания, чтобы стоять и действовать верой в сеяние вашего семени в это служение, в вашу церковь, и в другие служения, куда бы Бог ни вел вас сеять. Если Бог призывает вас сеять в служение брата Лероя и в церковь, делайте именно так, как Господь говорит вам это делать. Отец, мы молимся. Мы просим Тебя открывать каждому человеку, который меня слышит. Спасибо. Куда именно Ты хочешь, чтобы они посеяли сегодня свое семя? Куда Ты хочешь, чтобы оно пошло? Как Ты хочешь, чтобы они это сделали? И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу. Господь Иисус, Ты – Господь пожертвований. Ты – Господь десятины. Ты – Господь всего нашего даяния. И мы благодарим Тебя за то, что Ты занимаешь свое место. И потому что Ты есть, мы есть. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому я есть. Да будет слава Богу. Спасибо за то, что Вы стоите вместе с нами. Если Вы живете за пределами Соединенных Штатов, Ваши пожертвования остаются в Вашем регионе. Они не уходят в Соединенные Штаты, они остаются в Вашем регионе. Вся необходимая информация сейчас на Вашем экране. Будьте частью хорошей церкви. Там, где Ваша церковь, в которую Бог призвал Вас ходить, там и Ваше процветание. Там, где Ваша церковь, там и Ваша работа. Там, где Ваша церковь, там и Ваша защита. Вам нужно быть там, где Ваша церковь, потому что именно там сила для Вашей жизни. Слава Богу. Если Вы хотите заказать наши книги, то напишите нам по адресу, который Вы видите на экране. Еще раз спасибо, Лерой. Пусть Бог благословит тебя. Это было... Я как-нибудь расскажу тебе, как это благословило мою жизнь. Аминь. До следующей встречи. А пока мы, Кеннет Копланд и Лерой Томпсон, снова напоминаем Вам, что... Иисус... Господь.